всем привет меня зовут юля это мой канал о вязании сегодняшний анонс мастер-класса посвящаю вот такой еще одной красоте которую я недавно закончила я это сказала бы что это скорее блуза потому что я решила сделать рукав укороченный я очень люблю укороченные рукава потому что красиво выглядят такие изделия очень по женственному поэтому я буду говорить что это блуза но на самом деле это обычный обычный классический свитер реглан закончила его вязать буквально недавно вот его еще пока не делала но я знаю что после этого данные изделия ведут себя достаточно хорошо поэтому это изделие еще совсем новое новое только свежая из спиц снято и поэтому традиционно сейчас вам расскажу о техниках о расходе пряжи и о своих впечатлениях как вязать данное изделие этот свитер я вязала сверху вниз если вы какие они любите вязать изделие снизу вверх но почему-то у меня навсегда проблемы чтобы угадать подходящую ширину самого изделия и ты это изделие эту ширину уже определяется в уже очень поздно когда уже закрываешь наверху вот здесь плечевые скосы поэтому я изделие предпочитаю вязать сверху вниз поэтому данное изделие будет идеально подходить для тех кто любит вязать сверху вниз вязала по кругу без единого шва на вот здесь у меня плечевые скосы я кстати и буду еще обрабатывать дополнительно таким узором но вам решила показать в том оригинальном виде который есть на данном этапе так рукава как я вам уже говорила они немножко укороченная есть подрезы подрезы точно так же мы с вами вместе будем провязывать я решила сделать данное изделие достаточно широким но и немножко укороченным но я бы не сказала что очень короткое изделие получилось но очень классно выглядит до решила еще должна еще сказать что данная модель очень красиво выглядит под джинсовые шорты под узкие джинсы на лето это на прохладные вечера на раннюю осень будет выглядеть идеально поэтому еще за счет этого решила сделать рукава три четверти пряжа так значит я вам и сказала это мохер это мохер на шелке от бренда drops я очень люблю эту пряжу и в данном случае по цвету немножко камера но я очень старалась вот наверное вот в данном вот вот только сейчас камера правильно передает этот цвет это розовый более вот такой даже спокойный розовый не такой яркий вот как например сейчас на камере вязала я спицами номер 8 в три нити вот такое полотно получается она практически не прозрачная не просвечивается по факту совершенно и вяжется очень быстро что у меня осталось от 8 мотков пряжи но я думаю что здесь не думаю я уверена здесь меньше одного мотка то есть по факту ушло 8 мотков пряжи на вот такое изделие в работе данная пряжа ведет себя отлично конечно же как и любой мохер и не только мохер а любая пушистая пряжа он осыпается но совершенно не критично поэтому изделие вот вы видите что даже без вто она выглядит очень пушистым мягким и воздушным за что я люблю новый мохер это не только от бренда drops а новый мохер уже пошел более качественный и как ну другое поколение мохера данное изделие можно спокойно носить на голое тело не нужно поддевать какие-то маечки кофточки при том что у меня очень чувствительная кожа и я не могу носить и другие какие-то изделия вот только мохер кит мохер и изделие из мягкой альпаки я могу носить не волнуясь и что у меня начнется какая-то аллергия все дополнительные мастер-классы которые могут понадобятся в данном случае но в этом случае это будет только мастер-класс по закрытию петель на мохере я обязательно оставляю ссылки в своих мастер-классах в описаниях поэтому и данный способ он как вы видите идеально подходит и для мохера и для резинки и кстати данный мохер он неплохо держит форму ну вот резинка выглядит очень упругой и эластичной и я думаю что принципе все детали я указала больше никаких нюансов нет это еще ниточку я не отрезала и вяжется очень легко классно очень быстро подойдет даже для новичков данная модель мастер-классы буду выкладывать нескольких частях традиционно поэтому в ближайшее время мастер-классы уже будут подготовлены и буду ждать вас на моем канале очень рекомендую связать данное изделие тем более привязки к пряжи нет никакой но как вы видите в такой пушистой пряжи эта модель выглядит просто шикарно поэтому для лета вот ближайшее время вы еще успеете до холода и носить данное изделие ну и конечно же зимой это изделие будет согревать вас у меня кстати есть подобное изделие только связанное снизу вверх в три нити и она просто невероятно классно греет зимой вот вы одеваете изделие из данной пряжи они моментально начинают греть очень приятно носятся поэтому любой махер подойдет любой конечно же альпака я думаю тоже может подойти можно скомбинировать кстати пряжу можно взять махер плюс еще какую-то пряжу например шерсть америнос либо что-то в этом роде я думаю что на этом я буду уже заканчивать свой анонс всем желаю легкой работы отличных результатов и уже увидимся совсем скоро с новым моим проектом америнос америнос